Продвинутые техники — это самый простой способ сделать ваши тренировки более интенсивными, интересными и эффективными. И сегодня я познакомлю вас с такой интересной техникой, как перемещение в пространстве. Если вы читали работы Альберта Эйнштейна, то знакомы с концепцией единства пространства и времени. Но, возможно, я слишком далеко ухожу в квантовую физику, поэтому вернемся чуть-чуть назад. Итак, мы с вами живем в многомерном пространстве, да, в трехмерном. Но если вы придете на площадку и внимательно посмотрите на тех, кто на ней занимается, то увидите, что они живут не в многомерном пространстве и даже не в плоскости, они живут в линии. Если вы внимательно посмотрите, все упражнения, которые они делают, они выполняются в одной линии. Они перемещаются из точки А в точку Б, из точки А в точку Б и обратно. Если посмотреть на подтягивания, на приседания, на отжимания, это все происходит в одной единственной линии. Меня часто спрашивают, Антон, чем принципиально отличаются тренировки воркаутеров от тренировок советских гимнастов или обычных людей? И вот использование многомерности пространства – это одна из этих вещей. Дело в том, что если вы внимательно посмотрите на то, что делают воркаутеры на турниках, на брусьях, на самых разных конструкциях, вы увидите, что они активно используют трехмерное пространство вокруг нас. Мы не просто делаем подтягивания, мы не просто движемся в одну линию, даже в одну плоскость. Нет, мы полностью используем трехмерное пространство. И за счет этого используем гораздо больше мышц, в том числе различных маленьких мышц-стабилизаторов. У нас гораздо выше нагрузка даже в привычных упражнениях, просто за счет того, что мы добавляем нагрузку, перемещаясь в пространстве. Это очень простая, но очень эффективная и очень интересная концепция. Вместо того, чтобы делать одни и те же рутинные повторения, вы можете принести определенный элемент игры, если добавите перемещение в пространстве. Если вы думаете, что это просто выглядит интересно, а на самом деле не дает никакого результата, то вы очень сильно заблуждаетесь. И сейчас я вам покажу почему. Начну мы, естественно, с самого простого варианта. Если вы привыкли двигаться в линии, то давайте превратим линию в плоскость. То есть добавим, помимо перемещения вертикально, допустим, в подтягиваниях, добавим еще горизонтальное перемещение, да, на турнике. Мы будем подтягиваться, перемещаться, подтягиваться, перемещаться. И таким образом мы нарисуем вот такую плоскость, интересно. Тренировка сразу станет другой. То же самое можно делать в отжиманиях. Отжались от пола, переместили в сторону, отжались от пола, переместили в сторону. в приседаниях, в любом упражнении можно добавить перемещение и сделать его более интересным, более интенсивным за счет того, что вам нужно постоянно переключаться, ваши мышцы не готовы к той нагруз, которую вы собираетесь дать, подключаются мышцы-стабилизаторы и интересным, потому что вы уже не делаете одно и то же из раза в раз, из раза в раз, вы делаете что-то интересное. И это первый шаг. Первый шаг, с которого надо начать. Надо построить плоскость из линии. Я не просто сказал, что это первый шаг, потому что плоскость, это все еще двухмерная вещь, да, это двухмерное пространство. А мы живем с вами в трехмерном мире, а значит следующий шаг, к которому переходим после того, как вы научились двигаться в плоскости, это создание трехмерного пространства. И вот здесь начинается интересная игра. На самом деле количество возможностей усложнить привычные упражнения, добавить перемещение в пространстве в трехмерность, оно просто бесконечно. И помимо того, что это добавит вам нагрузки, это еще и будет очень-очень интересно, потому что позволяет использовать вам ваше воображение по максимуму. Это то, чего вы обычно не увидите на обычных площадках. Это то, что обычные люди не делают, потому что они не знают, что так вообще можно делать. А в воркауте это одна из основ. Одна из основ фристайла на турниках, на брусьях, на полу, на чем угодно. Это то, на чем строится вся эта субкультура на свободе перемещения и искусство самовыражения. И сейчас я покажу, что я имею в виду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это только начало. Чем больше ваш уровень, тем больше у вас силы, чем больше у вас выносливости, тем больше вещей вы можете творить. На самом деле, я не побоюсь этого слова, творить на турниках, на различных конструкциях, превращать свои тренировки в интересную игру. Это то, чем нужно заниматься для того, чтобы не уставать, для того, чтобы заниматься год, два, три, пять, десять лет и получать удовольствие от своих тренировок. Не нужно превращать занятия в рутину. Не нужно приходить на площадку с мыслями, что, блин, я должен пойти, потому что, вроде как, надо позаниматься, чтобы получить результат. Да, научитесь кайфовать от того, что вы делаете. И тогда прогресс сам не заставит тебя ждать. А помимо этого, вы будете получать удовольствие от тренировки. И даже, вот, вы, наверное, чувствуете, я прям заряжен, потому что я вот сейчас все это поделал. И вспомнил старые добрые времена, когда больше людей, которые на площадке занимались, делали эти вещи, они загонялись там по элементам, по гимнастике. Потому что в этом нет ничего сложного. Самое сложное, это изменить свое мышление, изменить свой подход к тренировке, начать включать воображение для того, чтобы по-другому видеть все, что вы делаете. И это будет круто, я вам обещаю. Вот такая вот продвинутая техника, с которой я хотел вас познакомить. Это самая моя любимая, самая любимая техника. Наверное, наверное, и так уже понятно после этого видео. Вот, надеюсь, она и вам тоже понравится. Не бойтесь, если у вас что-то не получится, не бойтесь показаться странными на площадке, потому что другие люди не будут понимать, что вы делаете. Конечно, в итоге вы занимаетесь только для себя и для своего удовольствия, поэтому пробуйте, набирайте уровень, показывайте класс. И у вас все получится, я в это верю. С вами был Антон Кучумов, до встречи в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok